Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о триходерме, а именно сделаем обзор такого препарата как глиоклодин. Глиоклодин представляет из себя небольшие зеленые таблеточки, в которых производитель обещает наличие спор такого сильного антагониста всевозможных заболеваний растений, как триходерма. Гриб один из видов рода триходерма. Мы уже не раз обращались к теме триходермы, мы не раз обсуждали триходерму и даже говорили о том, что ее можно легко размножать в домашних условиях, что она легко размножается на зерне, на крупе, даже ее можно размножать на опилках древесных, даже ее можно размножать на отрубях пшеничных, там ржаных, овсяных, каких угодно, и можно размножать ее в том числе в жидкой фазе, то есть не на твердом субстрате, а в жидкости и готовить ее в виде жидкого препарата. Однако в процессе обсуждения под роликами этих вопросов я не раз сталкивался с тем, что у людей есть неудача, неудачный опыт, у них не получается размножить эту триходерму и я же стал искать, с чем это может быть связано, какая здесь может быть причина. Что ж, в качестве источника триходермы я решил купить в обыкновенном садовом центре упаковочку глиоклодина, вот точно такую же, как вы сейчас видите на экране, один в один, и что я сделал? Я взял мокрую салфеточку, вот я взял неотбеленную салфеточку специально, чтобы там был минимум каких-то химических реагентов в остатке, взял на эту салфеточку, уложил эти таблетки и ожидал, что по крайней мере поставив вот в такую влажную камеру в течение недели уж как минимум эти споры должны здесь прорасти. Вот эта чашка, вот она крупная, я вам ее покажу тоже, она стоит уже здесь две недели и никаких, к сожалению, признаков роста гриба этого, этой триходермы здесь нету. Это довольно неприятная ситуация. Что ж, для того, чтобы проверить все-таки есть там что-то живое и полезное или нет, я взял точно такую же таблеточку и поместил ее на питательный агар на чашку Петри. Это я сделал неделю назад. На этом питательном агаре растут вообще любые грибы абсолютные, даже те, которые из воздуха прилетели, если работать не очень аккуратно. К моему неприятному вообще удивлению, кроме какой-то бактериальной грязи, здесь ничего из этой таблеточки не выросло. Ничего здесь нет, никаких признаков роста грибов здесь нет абсолютно. Ну и третий вариант я сделал какой? Я взял эту таблеточку, ее асептически измельчил, ну весь инструмент продезинфицировал предварительно, затем положил их в колбу и покачал в питательном бульоне какое-то время, после чего этот питательный бульон вот высел на эту чашку. Тут у меня подписано, что 13-11 это было сделано. Более того, я сюда прибавил несколько антибиотиков для того, чтобы исключить рост вот этой бактериальной микрофлоры. И что я вам хочу сказать? Воняет она? Ой, это что-то страшное. Вот спирт, кислота и бог знает что еще. Одним словом, никакой триходермы здесь, к сожалению, не выросло. Здесь выросли исключительно дрожжи какие-то, причем не хлебопекарные там какие-то, которые приятно пахнут, а которые какие-то дикие, какая-то в общем дрожжевая грязь. По-другому я это назвать не могу. Что ж, вот и докопались мы до сути, почему же все-таки у многих людей препарат из триходермы в домашних условиях не получился. И кстати, многие очень жаловались на то, что у них растет или мукор, или растут дрожжи. Я говорю, что наверное вы плохо отстерилизовали, пропарили или прожарили на сковородке зерно, или крупу, или не прогрели как следует отруби, или еще какое-то нарушение технологии было. Может банка была грязная, может еще что-то там такое было. Но на самом деле, вот я выступаю сильнейшей критикой этого препарата и в общем как-то пеняю на производителя, что он где-то лукавит, он что-то не доделывает, он что-то не докладывает туда. Он, ну может быть когда формировались таблетки, он перегрел их, может быть пересушил, может еще что-то. Но к сожалению из этого препарата, из этих таблеток грибы не вырастают. Что я вам порекомендую? Для проверки качественный или некачественный у вас препарат. Сделайте точно так же, как и я. Возьмите серенькую, ну можно и беленькую, на самом деле на беленькой прекрасно вырастет, салфетку. Смочите ее водичкой, положите например в пол-литровую банку. На дно положите несколько таблеток этого препарата. Сверху прикройте бумажечкой например или блюдцем, ну то есть чтобы так не совсем укупорить герметично, чтоб там был воздух. И подождитесь недельку, посмотрите, вырастет здесь что-то, на поверхности этих таблеток пойдут какие-то грибочки расти или здесь все точно такое же мертвое, как к сожалению и в моем препарате. Надо сказать, что препарат в обыкновенном магазине куплен с хорошим сроком годности, со всеми документами, все как положено. Но вот к сожалению, никакого живого начала я там не нашел. Соответственно перед тем, как использовать этот препарат, триходерму эту, сделайте вот на таком фоне, сделайте оживление этого препарата и посмотрите есть там что-то живое или нет. Стоит ли на него вообще надеяться, что он вам поможет или не стоит или вот это укладывание по множеству рекомендаций в лунку этих таблеточек не имеет совершенно никакого смысла и вам все-таки надо или искать другой препарат или пользоваться фитоспорином или другими препаратами на основе сенной палочки. Что же делать, если вы никак не можете попасть на хороший биопрепарат? Ну на самом деле, действительно, это бывает очень сложно. Более того, многие люди в принципе не имеют доступа к подобного рода препаратам. Они просто в их городах не продаются. Что ж, не надо отчаиваться. На самом деле, в природе триходерму найти не так уж и сложно. Вот здесь у меня есть чашечки, где я выделяю триходерму и она на самом деле хорошо выделяется и мы ее будем испытывать, насколько она эффективна в борьбе против грибных и бактериальных патогенов растений. Чтобы сказать, можно вот такими дикими штаммами триходермы пользоваться, которые вы выделите самостоятельно или нельзя. Однако же, это уже дает нам надежду на то, что вы совершенно бесплатно в окружающей среде из доступных источников сможете выделить эту триходерму, найти ее и дальше ее размножать, ее пользоваться для такой экологической, абсолютно дружественной природе борьбы с патогенами растений, с болезнями растений. На этом я прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы, делитесь своим опытом использования триходермы и вот этих таблеточек этого препарата. Всегда буду рад вас выслушать, вычитать и ответить на ваши вопросы. Всего хорошего!